В уголовном деле экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва новый виток развития. Первое слушание по существу состоялось в Тверском суде Москвы. Заседание проходило в открытом режиме. Был и пресс-подход перед началом заседания. Интерес журналистов повышенный. Присутствовали федеральные и региональные СМИ. Конечно, все камеры были обращены на Игоря Пушкарёва. Бывший мэр Владивостока выглядит уверенно. Он готов отстаивать свою правоту. Перед началом заседания на пусте от адвокатов обсуждение юридических тонкостей, формулировок. Заседание длилось более пяти часов. Два письменных ходатайства от адвоката суд отклонил, так же, как и два устных. Прокурор зачитал 32 листа обвинения. Однако, по мнению защиты, обвинительное заключение не было конкретным, не содержало цели, обстоятельства, время и место совершения вменяемых деяний. А отсутствие конкретики – грубейшее нарушение права на защиту. «Какую степень ущерба организациям нанесла моя деятельность? За превышение каких именно полномочий я получил взятку от своего брата? Где, когда, при каких обстоятельствах была получена взятка? Предмет взятки в соучастии с Андреем Пушкарёвым. Время и место. Точно не установлен на участок на улице, на транспортной остановке в районе Второй речки. Это всё не является точным. Все предъявленные статьи должны содержать корысть, ущерб. Но этого ущерба нет и быть не может. Вины своей не признаю. Нигде не указано об ущербе, а это абсурд», – высказал свою точку зрения Игорь Пушкарёв. Это важное заседание. На нём подсудимые впервые за долгое время получили возможность высказаться по существу предъявленных обвинений. Сегодняшнее судебное заседание, по моему мнению, прошло в полном соответствии. Судья вёл достаточно корректно судебное заседание. Представители гособвинения огласили обвинительное заключение. Сторона защиты выступила с соответствующими ходатайствами. Они были рассмотрены. Определили регламент будущих судебных заседаний. Главная цель слушания, по мнению адвокатов, заключалась в том, чтобы указать суду на пробелы в обвинительном заключении. «Препятствует полноценное осуществление защиты, о чём, собственно, неоднократно на стадии предварительного следствия мы уже обращали внимание. И поскольку в настоящее время следствие как такое закончилось, и переходим к судебному следствию, и сейчас наша задача была обратить внимание суда именно на эти недостатки». Согласно регламенту, далее на заседаниях будут оглашать письменные вещественные доказательства. После вызовут и допросят свидетелей со стороны обвинения и представят доказательства со стороны защиты. Следующее слушание назначено на 13-е. марта. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.